Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Обливиан. Мы находимся недалеко от Лея Вина, здесь мы помолились у этого святилища и у нас осталось еще одно. Мы совершаем путь паломника, молимся всем девяти богам и в результате нам должен открыться путь к реликвиям крестоносца, потому что мы взялись за это дело у пророка. Так, а что это такое? В общем, все святилища у нас уже, по сути, посещены. Осталось найти святилища Кинорета, но дело в том, что это находится далеко от тех мест, где мы были, поэтому это мы оставили на сегодня и сейчас мы двинемся туда. Только сначала узнаем, что это за парни тут такие. Скорее всего, это просто грабители, но мало ли. Да, по-любому. Ну, давайте, что ли, покажем себя. И пошел бой. Все это я затеял ради вот этой катаны, а она оказалась обычной железной ерундой. Да ладно, в принципе, мы с него возьмем нефритовое кольцо и уже будем довольны. Так, хорошо, для начала... Карта. Для начала нам нужно будет переместиться куда-то вот сюда, вот, к пасте пантеры, и от нее уже пойти к своим делам. Блин, далековато на самом деле это все находится. Так, нет, подожди. Это где-то вот здесь. То есть, соответственно, даже не к пасте пантеры, вот к этой пещере пересечем мост. Так что, я думаю, достаточно длительным будет путешествие. В предыдущей серии у нас было настоящее такое дорожное приключение. И теперь, я думаю, мы продолжим в том же духе. Ну, для начала пойдем по дороге. Кто меня видел? А, лошадь. Ну, раз лошадь тут, то, значит, путешествие будет побыстрее. С этими двумя кольцами я, конечно, вообще просто хищник какой-то. Так, это у нас, да, в ту сторону скачем. Прикольно. То есть, по сути, после того, как последние несколько серий мы занимались такими по большей части социальными делами, нашли там банду женщин-грабительниц, которые хотели нас изнасиловать и убить, разобрались со своим домом. Теперь у нас, кстати говоря, есть свой дом, да-да. Да, ух ты, а что такое? Ой, кабан, да ну его нафиг. Мы, по сути, не хотим ему зла, и мяса нам его не нужно. Так, игра, прекрати подлагивать. Постоянно когда запускаешь ее только вот так и в дело. Так, лагерь Крестбридж. Э, кто? Не хочу. Так, а что там происходит такое? Мужик какой-то наобычный ходит. Сейчас, походу, побежит ко мне, но я его трогать даже не буду. Ну, нафиг. Мужчина, вы что-то хотели? На самом деле там какая-то запутанная история про то, что древнее божество было низвергнуто в обливию, но теперь он вернулся и, мол, весь геродиил в опасности. На деле мы этим всем занимаемся не поэтому, а просто потому, что нам нужны эти доспехи. Нам их хочется. Так, оленей. Ух ты, ночной камень. Блин, кого только нет. Куда я попал вообще? Я бы, честно говоря, остановился на пенал бонтой паучихи, просто потому, что я ненавижу пауков. Но, блин, на ход уже побыстрее добраться до туда, потому что мы уже довольно долго здесь перемещаемся, перемещаемся, и все никак не можем достигнуть своей цели. Так, ну и что? В принципе, скачем нормально. Чуть-чуть вам туда надо. Вы кто? Есть кто? Ого! Ни хрена себе. Даже крабы держат луку. Не хватало еще скамбов. А тебе-то что надо? А, понятно, это твой скамбов. Блин, стрелы, почему вы... Что вообще такое? Короче, давайте просто убьем его. Все, ты не гриф, успокойся. Короче, это был лагерь какого-то непонятного мага. Бандит-волшебник. Отлично, в общем. Взношенные меховые сапоги. Из них даже пальцы торчат, настолько они взношенные. Так, ну давайте посмотрим, что у меня тут есть. Сокрыт, конечно, средний. Блин, не люблю. Первый пошел. Отлично. Я такой своеобразную тактику придумал открывание этих ящиков. Просто, блин, опять с ней пошел. Просто прислушиваешься к себе. Тишина в душе. Открываешь. Круто. Так, ладно. Поскакали дальше. В принципе, где-то вот тут оно. Так что сейчас, я думаю, уже выйдем. На самом деле, лошадку бы оставить, потому что она, как видите, мне весь гейминг портит. И то, что я пытаюсь и скрытность атаковать, не получается. Потому что лошадь жалко. Так, и тем более, по таким кручим на ней скакать. Это тоже ничего хорошего. Сейчас поломает себе ноги. Это не гриф. Не знаю, как звали. Пусть тут остается. Он у меня умный, сам доберется до ближайшего города. Так, а это кто тут? Че это такое? Это похоже, все, что от него осталось. Бедный Йорик. Ну, пиво. Че? Давайте напьемся пиво по дороге, чтобы скучно не было. Не мое пиво. Все, больше не лезет уже. Сейчас писать захочется, явно. Сейчас мы, походу, выйдем на брата Обливиана, потому что они где-то вот за этим холмом. Так, вы не можете читать, когда рядом находятся враги. Где враги? Ладно, допустим. Музыка тревожно играет, но я не пойму причины. Катурит, поспокойней стала. Так, а по сути, оно где-то здесь и должно быть. Чуть-чуть на восток и чуть-чуть на юг. Уу, волчара какой. Так, сейчас мы, я думаю, поднимемся на бровку и увидим, что здесь находится. Походу, вниз пилить придется. А красиво тут, да? Склонно-таки, прямо Лан Вейк какой-то. Штат Мэн. Так, ну где жди? Интересно. Черт его знает, на самом деле. Может на север еще пройти? О, еще дождь пошел. Ну, вообще отлично. Так, ну по сути, мы в правильном месте. Блин, ну, знай. Будем искать. Да, в такой, конечно, вот реально кисель какой-то мы ничего не увидим. Пойдемте сюда. Сейчас по камешкам посмотрим. Где-то здесь она. Я прям чувствую ее. Оно, вернее. Так, ну там врата. Я не думаю, что прямо рядом со святилищем богом, богом богов, могут быть врата. Хотя... Блин, здесь так круто. Так, что-то мне подсказывает, что мы идем не в ту сторону. Я так и знал, что вот этот вот последний алтарь будет самым проблемным. Потому что больно уж как-то расплывчатое его местонахождение, показанное на карте. Места глухие, и тут не очень легко все это будет найти. Да, блин, не застревай. Чего-то мы уже совсем ушли наверх. Меня беспокоит это соседство, на самом деле. Из-за того, я ничего хорошего не выйдет. Блин, а круто выглядит эти врата, да так подумать. Когти такие, с земли вылезли. Ладно, давайте обойдем его лучше с этой стороны. Желательно при этом не сверзиться куда-нибудь вниз и не отбить себе попницу. Вот шутово знает, а он там не оно? Нет, вроде не он. О, сколько вас тут офигеть? Привет! Блин, такая холмистая местность. Мы пришли обратно к Тенегриву, да? Смешно. Блин, ну я не знаю, это же. Даже что-то там было. Нет, не оно. Придется попариться. Так, ну если мы ходили туда, и там его не обнаружили, то оно где-то пониже получается. Больше на юг. Берем, там находится. Ничего же, глухая чащоба. Нам живой души одни демоны. Откуда вообще здесь врата обливина? С какой целью? Они хоть отметились у нас на карте? Нет. Надо было поближе подойти, наверное. Ну, может, они вообще не отмечаются. Просто в один прекрасный момент я планирую посетить все. Ну, весь, конечно, настроение будет. Потому что в них можно получить сигильские камни и временами крайне хорошие вещи. По сути, конечно, там особо делать нечего, но сигильские камни дают неплохую прокачку на ваше обмонизирование. Так, окей. Волки. Вот тут где-то я сейчас могу найти. Не видать и все тут. Да как тут вообще что-то можно увидеть? Не знаю, может, утра подождать будет. А вот, смотри, там из-за что-то есть. Но это что-то слишком большое для обычного алтаря. Скорее всего, это какие-то руины Айлодов. А это вообще форт какой-то. И по той стороне, главное, ничего не видать. Блин, а может быть... Знаете что? Может быть, эта карта не совсем верна. То есть, здесь, видите, оно как бы... На самом деле, оно идет повыше. Вот прям до надписи Киноред. А здесь обрывается и вот это вот озеро, которое находится сильно южнее. Вот оно. Да, скорее всего, так. Блин, а я тут втыкаю. Но зато посмотрели, что тут есть. Одна проблема, сейчас обратно не заберешься. Чё это интересное вообще такое? Клакает. Не знаю, во всем этом вот реально... Скорее мы ходим, там все время какой-то был такой дух приключения, дорога приключения, там, я не знаю, эпик пер. Все-таки мир в Скорее совершенно другой, атмосфера совершенно другая. А здесь реально вот такое умиротворение. Музыка играет. Так, вот мы подходим. И вот оно, судя по всему, прямо перед нами. И если нет, то я буду расстроен. Хотя нет, конечно же. Светилище, покажи, что ж тебе так запрятали, да? Может, вон оно там. Или это просто просвет среди деревьев? Хорошо, будем искать. Сейчас обойдем полностью это озеро. Но вообще, если я все правильно понял, то оно вот именно здесь где-то должно быть. Короче, начерело. А, вот оно, смотри. Офигеть просто. Тут захочешь, не найдешь. А случайно на такое наткнуться, это... Возрадуйся. Паломничество ко всем девяти святилищам завершено, и грехи твои отпущены тебе. То есть, вообще все грехи. Вознесены молитвы у дорожного святилища Кинорет. Паломничество к дорожным святилищам девяти завершено. Нужно молиться и ждать видение, которое укажет мне путь к религиям. Салют, рыцарь! Ты ищешь мои реликвии с чистым сердцем! Возможно... Ох, напугал меня. Ого, так тихо. Твои молитвы пробудили меня от бесконечного сна. Или, возможно, я еще сплю, а ты мне видишься во сне. Как это? Твоя миссия очень важна, раз боги позволили нам говорить. Неужели уморил проклятый, нашел путь назад, наигнуснейший из гнусной расы, тысячи проклятий на его богомерзкое имя? Я думал, что победил, но я должен был знать. Рабовладельцы — коварное племя. Я уморил, нашел способ обмануть смерть, а я — нет. Если ты будешь искать мои реликвии, мало чем могу помочь. Да блин, ну как так? Прошедшее со временем моей смерти подобно туману, который разум не в силах охватить. Мои друзья построили гробницу на месте моей смерти, там, где эльфы мстя замучили меня. Я могу показать, где она была. Возможно, она еще там. Успеха тебе, сэр рыцарь! Да дарует тебе боги возможность навсегда уничтожить уморила, чего не смог сделать я. Ну, хорошо. По завершению паломничества к алтарям мне явился в видении святой крестоносец, пеленал Уайтстрейк. Он указал мне местоположение своей затерянной гробницы. Оттуда и должны начаться поиски реликвии крестоносца. Так, хорошо. Находится она, в принципе, под водой, что ли? Ух ты! Блин, далековато, конечно, от всего. Я думаю, ближайшим пунктом будет университет волшебства, и от него мы пойдем пешим ходом. Хорошо, давайте поступим так. На самом деле, это было торжественно. По-моему, я зря отсюда пошел, потому что отсюда нет выхода, да? Отлично. Так, ну тогда давайте от врат Пелла. Я думаю, наша лошадь будет там. Если нет, то нет. Лошадка пойдет. Сегодня я не планирую от кого-то прятаться. глубокая-глубокая ночь. На самом деле, он так чисто со мной говорил, откровенно, что я даже подумал, а может мне стать хорошим. Потому что все мои грехи мне были отпущены. Нет, конечно же, нет. Еще слишком многих предстоит убить. Мне показалось, или сзади кто-то что-то хотел. А вон, раскатил уже. Камень вздрагивает, когда вы прикасаетесь к нему рукой. Желаете ли вы вызвать оружие и доспехи? Так, подожди. Да, конечно. Хо-хо-хо. Ну, чисто шлем и лук. А? Я не думаю, что это долго продолжите, но пусть будет, пока есть. Так, на лошадь я залез, похоже, все снялось. Кони, по сути. Прикольно. Так, сейчас мы проскачем около мостика и после этого будет уже подожди. Нет, какого мостика? Нам нужно вплавь. Так, оставляйте, а тут-то не гриф. Иди в ближайшее стойло. А мы пойдем своим ходом. Что-то я вижу под водой вон там. Что-то очень непонятное. на самом деле, я бегу по воде. Это способность моей брони. Так, вот и оно похоже. Так, ну хорошо. Придется скинуть броню на некоторый момент. То есть, это у нас сдается на ботинки. Это оно, я надеюсь. Уху, хоть тихо. Серьезно. Так, мы явно в том самом месте, да? Ну что, приступим. Зомби, призраки и прочая нечисть. Отлично. Все как надо. Надо будет, кстати, камни их пособирать тут, потому что давненько мы уже не посещали эти места. О, пакость. Так, хорошо. Вот один из них. Морочновато. Блин. Залетел. Так, ну стрела, считай, потеряна. Я ее тут не найду. Ну, черт. А вот она лежит. Матунное кольцо. Вообще копейки стоит. Даже брать не буду. Хотя, нам сейчас в нашем положении каждая копейка на счету. Потому что денег что-то вообще мало. Ладно, допустим. Спокойно, мужчина. Хорошо, что стрелы в воду отлетают. Тогда они не утонут и не потеряются. Ну, их видно хорошо. Так, три моих стрелы. Тихо туда. Как-то не особо так. Обычно зайдешь в эти руины тут кого только не лазит. А здесь более-менее спокойно. Так, окей. Как бы не сглазить. Тот ощущение меня еще заметило оттуда. Ну, да. Судя по всему, это так. Стрелы. Хорошо. Мгневушка такой. Весь такой склизкий. Поэтому в нем стрелы особо не держатся и не ломаются. Там держаться не за что. Вкусная мука. Стоит. Как-то, знаете, как-то такой прям коридор особо без поворотов. Как бы нам не прийти таким образом в ловушку какую-нибудь. Понял. Свободен. Там, блин. А где стрелы-то? Ну, черт с ними. Нам, походу, сюда. Блин, ненавижу такие места. Ну, посмотрите, как от него прет. Это же реально ужасно. Не знаю. Лук, по-моему, вообще идеальный средств для зачистки таких подземелий. Вкупе со скрытностью хорошей. Они даже не успевают понять, что их вообще бьет. Полынь. Нет, спасибо. Будет вонять еще у меня там в сумке. кровище. А нет. Ну, что-то такое. Добрый день. Ох, посчастливилось. Спокойно, мужчина. Все, блин. Блин, ну, я не понимаю, почему эти стрелы пролетают просто сквозь тему. Ну, потому что он призрак. Неважно. Продолжаем. Я надеюсь, по крайней мере, у тебя есть что-то хорошее. Ну, в принципе, подтянет. Весит не так много и стоит не так мало. Круто. Нишевич. А, ну, понятно. О, какая пакость. По сути, все стрелы, которые в него вошли... Ой, опять у меня что-то себе потеряло. Все стрелы, которые в него вошли, они в ней повернулись обратно. Так, окей. Хорошо, возьмем камешек. Хорошо, что он прям в руки бросится. Отлично. И попадаем в какие-то какие-то вообще пещеры. Но нам, по сути, сюда и нужно. А что же нас тогда ждало там, внизу, под водой? Давайте посмотрим. Блин, я думаю, тут, ну, хорошего найдем. Что-то мне подсказывает. По крайней мере, мы уже нашли какой-то посох. Мне кажется, что... Что-то не последний хороший находка. Понятным отсюда вообще не пролезем. Нас корни не пустят, много. Так, ладно. И мы пойдем в пещеры. И что-то есть такое подозрение, что в пещерах нас будет ждать что-то совсем плохое. Как минимум, крайне мощный лич. Потому что если они даже тут на затворках обитают, то там уж, я думаю, наверняка будет что-то посильнее. Кстати говоря, я сложность... Многие люди говорили, что слишком легко. Я сложность поднял практически до полного максимума. Просто это... Я и сейчас никаких особых сложностей не испытываю. Просто потому, что у меня очень хорошо прокачана скрытность и очень хорошо прокачан ближний бой. и лук. Так, что это такое? Серебряная секира. Ладно, возьмем. Весит, конечно... О, вот. Вот именно про что я говорю. А по весу у нас уже довольно большие загонки. Хорошо, давайте отдадим ее обратно. Тут тоже много весит. Так, что у нас там? Подбираемся. О, мы попали вообще в какое-то новое место. Так, и здесь что-то... Что-то как-то совсем не круто. Привидение. Блин, ненавижу привидение. Ничего. Ну, пойдем познакомимся, че уж. Так, окей. Видите, с двумя кольцами этими надетыми они вообще не понимают откуда. Типа, откуда меня бьют вообще? Я не понимаю. А на самом деле просто все дело вот в этом и вот в этом кольце. 55 процентов этого не хухры-мухры. Это плазма. Да, як. Так, по сути почти пришли. Ну, давайте посмотрим че это такое. Просто вот, вот оно. Как вы видите обратно ходу не будет, так что вполне возможно вот этот призрачный огонь, который мы видим. Ах. Блин, хотел обдурить игру. Он нам доставит проблемы. Хороший стальной длинный меч. Ну, хороший-то хороший, но не особо хороший. Сэр Амиель. Сэр Амиель погиб сотни лет назад, пытаясь найти гробницу крестоносца. Возможно, я обнаружив его в вещах какую-нибудь подсказку, которая сделает мои поиски более успешной, чем его. Дневник Сэра Амиели. Сэр Амиель был членом Ордена Рыцаря Девяти, задачей которого является поиск реликвии крестоносца. Из его дневника стало известно местоположение их прежней резиденции. Это приорат Девяти, расположенный в западном Вельде. Как только я добыду шлем в гробнице крестоносца, мне необходимо отправиться в этот старый приорат. Так, ну, хорошо. Что за кольцо? Возьмем, возможно, она квестовая. Неплохое такое, да? И весит, по сути, не так много. Давайте мы себе возьмем. Я особо не пользуюсь, конечно, но почему бы нет. Такой маленький, легкий. Так, а там довольно много всего ходит. Хорошо. Если это тут, то что же тогда находится здесь? Ну-ка, сейчас проверим. Ну-да, это выход. Судя по всему, мы вон там с той стороны выберемся, где у нас затопленное было. Или, где в другом месте. Неважно. Так, отлично. Ох, вошел. Так, кто еще? Откуда? Стрелы? Да, очевидно. Давай, постреляй. Ох, как он меня сшив. Обычно я так сшибаю, меня еще так не сшибали ни разу. Да, ты посмотри на него. Скелет чемпион, понятно. Этот парень довольно серьезно и явно знает, чего он хочет. Серебряный лук. Так, ну и мерзкие стрелы. Неплох, неплох. Блин, там еще кто-то, я слышу. Плазма. Так, второй тоже сюда посыпался, Или куда он пропал, что ли? Не вижу костей. Где он, я его слышу? Неплохо покосал, у меня, кстати говоря, чемпион. Я первый раз такого веду. Ах, это как так. Так, отсюда сюда, 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 спокойно. Так, эти товарищи вроде кончились. Сундуки? Че-то как-то не особо, На самом деле не такой сложный подземелье, как я думаю. в принципе, пойдет. Так, это место мы посетили, а как же нам попасть туда, к шлему. Вот что мне интересно. Скорее всего, элементарно тупо залезть. Но, нет, не вижу. Не вижу ничего подобного. с другой стороны, если пропрыгать, то в итоге попадем ли мы? Нет, вроде. Не знаю, но здесь по-любому никак. может где-то какой-то поворотный механизм, который или просто сюда пойти. я слышу призрака. Давайте сохранимся, потому что бить начали довольно так ощутимо. не дотянулся. Еще один чемпион. Просто заспамили его. Так, возьмем его стрелы. Я просто лук экономлю, потому что он скоро сломается. Как вы помните, у него не очень хорошо с долговечностью. Так, окей, спокойно. Что же мне так не везет-то? Всякая верунда попадается. Прикольно. Так, ну что, выбор у нас только сюда идти. Подожди, затерянные катакомбы. То есть, как мне вообще через затерянные катакомбы мы как-то выйдем сюда и отсюда мы попадем туда. Понятно. Знаете что, давайте-ка мы на этом закончим, наверное, потому что по времени меня уже поджимает, а в следующей серии продолжим пробираться по этому подземелью, а после этого пойдем в тот приорат. Я думаю, это будет круто, потому что рыцари, там, орден, это всегда интересно, на мой взгляд. Я всегда такое любил. Надеюсь, вам тоже понравится. Надеюсь, вам была интересна эта серия, в которой мы много бродили, искали и в итоге нашли. По сути, было еще одно дорожное приключение. На этом, в принципе, все. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok